Мы находимся здесь практически на колокольне, дальше больше нас толкало, поэтому я прошу прощения, чтобы все встали. Задал вопрос, который меня ломает. На колокольне сейчас часто используются электронные звонари, звонари, может быть, не молитвенно, музыкально подходят к колокольному звону. Колокольни выступают объектом культурного наследия туда больше, чем баломники ходят экскурсии. Как ваше мнение относительно использования колоколов православного звона в современной традиции церкви? Можно ли использовать электронные звонари? Ну, вот я уже признался вам, что не обладатель музыкального слуха, но вы меня спросили, ну, тогда я и отвечаю. Конечно, только настоящий звон. А так, электронного можно и проповедь, можно электронно включить, и Антония Суровского можно включить, и Златоуста, к сожалению, не включишь. Ну, а если хороший чтец, какой-нибудь народный артист Федерации Российской, прочитает Златоуста, а я включу. Ну, что после этого, что я буду еще говорить после Златоуста-то? Вот. Можно на клиросе включить, и там хор Матфея Мармаля будет петь у нас на клиросе. Что там эта Баба Настя поет? Вот. Поэтому все-таки на службе, думаю, от начала и до конца все должно быть живое. Да. А электронная, ну, к счастью, у нас у всех электроника есть, кто мешает. И я тоже люблю иногда включить, что-нибудь послушать. Теперь возможности Шаляпина послушал, того послушал. Интересно даже. Вопрос, можно такой еще? А как Вы относитесь к тому, что в храмах сейчас устанавливают средства для того, чтобы можно было лучше расслышать? Ну, микрофоны, усилители и все прочее? Это необходимость. Строить с хорошей акустикой мы сейчас не умеем. Акустика в основном в новостроенных храмах ужасная. Иногда, может быть, более-менее. Вот. Вот. Все-таки, да, в Риме как-то был. Потом, вот знаете, был на этом, вот где Гадаринский бесноватый, в Гадарах, там стадион потрясающий. А улицы, пространство открытое, они там внизу, ты вверху здесь, на этом амфитеатре, они тихонько женскими голосачками поют, и ты все слышишь. Как они это умели делать? Ну, вот умели. Вот. Поэтому, конечно, это необходимость. А что сейчас? Вот. Я же не сказал, уберите. Вот. Поэтому это необходимость. Вот здесь как раз говорит настоящий человек, вот. А это, ну, иначе не слышно, особенно в больших храмах. Вот у нас есть крестильный храм, малый. Как люблю в нем служить? Там это ничего не нужно. И все все слышат. Здорово. Ну, а основной храм у нас большой и очень акустикой никак. Вот. Только с этим мы спасаемся тоже. Но это необходимость. И это не заменяет живого человека. Да, оно да и придает какое-то металлическое звучание или что. Но это уже, это можно потерпеть. Датчика, зная, что вы достаточно неплохо разговариваете на нескольких языках, мы изучали, по крайней мере, как вы относитесь к молитве на разных языках. Ну, допустим, очень часто бывает так, что наши прихожане, читая даже утренние и вечерние правила, больше половины не понимают. Даже многие священники не понимают. Как вы относитесь к тому, чтобы, ну, читать другую последованию, там, к причастию или утренние и вечерние правила, ну, допустим, на русском переводе. Или на другом языке, который тебе более понятен. Ну, вот, к примеру, отец Владимир Муняков у нас служит в чувашском приходе и рассказывает, что на чувашском языке фраза «оглашенные зайдите» или «соглашенные зайдите» звучит так. «Некрещеные выйдите, выйдите те, кто некрещеные». То есть люди на чувашском языке понимают более понятно, чем, допустим, ну, многие православные, которые уже даже сами, например, это привели. Как вы так думаете? Я за две вещи. За безусловное сохранение церковно-славянского языка. Я понимаю, в какой огород камушек летит. И второе – за многоязычие. Церковно-славянский язык, ну, есть такое, что вот давайте все на русском, да? Ну, вот, отверг за уста мои, наполнится духом. Открою свой рот и наполнится духом, да? Вот. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». «Господь Иисус Христос, Сын Бога, помилуй меня грешного». Ну, разница не требует комментариев, да? То есть, конечно же, сохранение славянского языка – это богатейшее наше наследие, это наше родное, коренное. Я за внедрение изучения славянского языка в средней школе, ну, хотя года два-три. То есть, мы должны знать корневую основу своего языка. Тогда мы научимся говорить по-русски. Ведь, смотрите, все Пушкины, Державины, Гоголи и прочие, они писали по-русски, но они достаточно хорошо владели славянским языком. Вот. То есть, должна быть корневая система. Без корневой системы все летит в пыль какую-то. Вот. Поэтому славянский язык нам надо сохранять. Вот. Но я за многоязычия. Что это такое? Действительно, думаю, что в церкви еще допустима многоукладность. Во-первых, она сама собой есть. У грузин не так, как у нас. В антиохийской церкви очень многое очень не так. Например, в антиохийской церкви нет царских врат. Этой церкви две тысячи лет. Вот. Две тысячи лет их там не было и нету. Вот. Ну, что теперь нам... Вот. У них такой обычай. Ну, и кто много путешествовал, те видели, что наша православная же церковь очень многоукладная. А если по Руси ездить, валаамское пение – это одно. А вот мы упомянули Матфея Мармеля. Великий был регент в Троице-Серкве Лавре. Но это же не валаамское пение. Это совсем другое пение. Но ведь прекрасное пение. Есть знаменный распев, а есть портес. Это же опять... То есть, многоукладность, она по факту есть. Вот. И... Ну, я расскажу опять просто лично про себя. А там... Это не... Это даже проще, потому что это точно не устав, это не рекомендация делать так. Но просто мне захотелось молиться, называть Иисуса так, как к Нему обращалась Дева Мария. Даже имя Его так произносить. Ишуа. Вот. На еврейском. То есть, некоторые молитвы, тем более, это наш праязык. И как и святые отцы все говорили, это язык Адама. Исходный, изначальный. Вот. То есть, я некоторые молитвы совершаю на еврейском. В евхаристическом каноне. Например, свят, свят, свят Господь Бог. Кадош, 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 яхве лахим, нолёгаш маем вега арец. Вот. Произношу это. Вот. Народ к этому давно привык. Греческий, конечно же, и латинский. Вот. То есть, я вношу вот эти молитвы на... То есть, три языка и ересь не совсем плохо. Вот. Еврейский, греческий, латинский. Но это и правда фундамент христианства. Как много потеряла Европа после Второго Ватиканского собора, когда они ушли от латыни. Они ушли от латыни и потеряли свои языки. Они теперь... Языки так быстро трансформируются, вообще не пойми, чё. Уже. Вот. То есть, вот за внедрение тех праязыков... Дальше я служу в Хакасии. У нас и ксеньи хакасские, и поют по-хакасски, и мир всем амор прайзена. Вот. И Евангелие читаю на каждой службе по-хакасски. Вот. На каждой службе, даже если ни одного хакасия нет. Вот. Спрашиваю, ты для кого читаешь? Говорю, для себя. Я же в Хакасии. Как ты только туда приехал, и сразу почувствовал. Я хочу на этой земле славить Бога на языке этой земли. Ну, это чувствовать надо. Ну, вот. А хакасы сразу потянулись. Ну, вот. Батюшка читает по-хакасски, а ты хакасска, ничего не понимаешь. У-у-у-у. Вот. Они начинают по-хакасски говорить. Это же хорошо. Вот. Русский язык, конечно, его надо выцерковлять. Русский язык – это не язык базара. Русский язык – это тот самый, о котором Тургенев сказал. Великий, могучий и так далее. Это язык Пушкина. Это язык Державина. Это язык Тургенева. Это язык наших прекрасных, даже советских некоторых писателей. Ну, просто великолепный. Вот наш земляк Виктор Петрович Астафьев. Какая сочность русской речи. Распутин тот же. Да, Итматов. Вообще, киргиз. То есть, вот, например, составляются молитвы, новые молитвы. Новым святым прославляются святые, составляются молитвы новые. Составляются на славянском языке. Понятно, их составляют знатоки славянского языка. Ну, вот я бы, Пушкин наверняка не хуже их знал славянский. Но если бы Пушкину поставить условие, поставили бы условие, чтобы стихи он писал только по-славянски. Был бы он из Пушкина. Все-таки творчество возможно только на родной речи. Пушкин много языков знал. И французский, и немецкий, и латинский, и греческий. Это он знал. И славянский знал. А стихи писал только по-русски. На немецком языке родная речь называется мотошпраха. Язык матери. То есть, у мамы две задачи перед ребенком. Разговорить и поставить на ноги. Две вещи человек сам не сможет. Если человек не разговаривает, он будет мочать. Если человека не поставить на ноги, он будет на четыреньках ползать. Эти две вещи не происходят сами по себе, сами собой. Волосы сами собой растут. А эти две вещи надо сделать. Вот. Это язык матери. Вера отцов. Фейта гляубе мутошпраха. Вера отцов. Язык матери. И вот только на этом языке, на котором меня разговаривала мама, вот это, вот, это очень важно. И поэтому современные службы уже вполне, мы могли бы уже иметь своих Косьму Майюмских и Иоаннов Дамаскинов. У нас же есть талантливые люди. Есть. Но по-славянски, вы знаете, я сам немножко в этом попрактиковался. Некоторые службы тоже составлял. Когда пишешь ее, получается русско-славянская каша. Потом разгребаешь ее к двум берегам. К русскому и к славянскому. Ну, к русскому тут все понятно. А к славянскому это обкладываешься словарями. Тут, значит, двойственное число. Тут, значит, аорис. Тут такое-то прошедшее. Тут такое прошедшее. И все. Но это разве творчество? Это работа лингвиста? Да. Но это не работа поэта. А где сейчас тот поэт, который бы по-славянски вдруг... Это надо заговорить хотя бы по-славянски. А что бы самому творить? Поэтому я думаю, что вот как раз новые тексты молитв, это вполне нормально, если бы они происходили на русском языке. А то, что до нас дошло на славянском, переводить на русский, ну, кто это будет делать, и это почти абсурдная задача. А какие-то такие ходовые молитвы, ну, даже то, что вы сказали, утренние, вечерние там, ну, я думаю, что в домашней молитве это право человека определяться, на каком языке он молится. Вот. Ну, как-то вот так. То есть многоязычие и, безусловно, любить и хранить славянский язык. Субтитры создавал DimaTorzok